Значит, давайте тогда пойдем дальше. Я благодарю за обратную связь вас. Начнем сегодня нашу встречу таким образом, что начнем с того, что у нас в последний раз или в прошлый раз было сам видно. Спасибо всем. Я сам тоже вижу, что у меня видно, поэтому это лучше. Я специально установил камеру на большом экране. Я думаю, что теперь немножко лучше общаться, иначе я как-то не посмотрю, как будто я из дупла с вами общаюсь. Хотя, тем не менее, дупло есть, дупло, как люди говорят. Вот. Поэтому, значит, давайте сегодня я, прежде чем я про новости начну рассказывать, чтобы не забыть, я сразу вам обозначу то, где тут маленькое замешательство прошлого раз произошло. Значит, окончание инвестиционных пакетов, которые у нас скопились в кабинете. Я обратил в прошлый раз ваше внимание на то, что желательно в разделе инвестиций, мои сертификаты, время от времени посматривать, что там есть, а еще лучше, если вы, скажем, инвестируете, то, заканчивая пакет, сразу же приходить в этот раздел и там осуществлять все операции. Я прошу прощения, я ввел вас в заблуждение в прошлый раз, ибо я сам действовал таким образом и был уверен, что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Как бы ставить галочку и автоматически подписывать договор. Вот поэтому все то, что я говорил здесь, оно в старом кабинете сейчас недействительно. Тем не менее, значит, оно тоже работало в принципе так, как я вам говорил. Вот подписывать и вводить два документа. Достаточно было просто ввести паспорт и адрес. Так что это все автоматом происходило. И в личном кабинете нажатием на выписку из реестра вы можете всегда посмотреть, что у вас там в реестре находится. То есть, каковы те акции, которые вы путем инвестирования обрели. Поэтому очень важный момент. Но это в старом кабинете надо привести в порядок. Я хочу вам сказать сегодня лишь только то, что это уже новость. Завершается тестирование нового в новом кабинете нового продукта. Что подразумевается под продуктом? Под продуктом подразумевается то, о чем мы с вами неоднократно говорили. То есть, фактически у нас изменяется схема инвестирования. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Нет, это не то. Сейчас я вам покажу. Скорее всего, это здесь есть. Да, есть. Значит, смотрите. Очень важно то, что мы пока до сих пор обходились тем, что мы как бы инвестировали и практически сразу приобретали пакет. Между собой говоря, мы покупали пакет акций. Я просто специально сейчас оговорился. Это не совсем законно. И поэтому приведен кабинет в порядок, подготовлены все документы. И фактически инвестируя я, прохожу всю процедуру, прихожу и становлюсь акционером через обретение гарантии, то есть и применение гарантии, которая мне дается, и обретение залога. Тех акций, которые выставляются при инвестиции. 100 долларов инвестировал. Это пакет акций залоговых 10 тысяч долларов. И таким образом через этот процесс я становлюсь как бы акционером, используя свой залог. Но чтобы не так замудренно все это говорить, значит, очень просто будет все у нас в новом кабинете. И это будет абсолютно всем понятно. На эту тему на телемосту или телемосте, который будет проходить в эту субботу в 12 часов, я буду более подробно говорить. Ну, скажем, не так слишком длинно, но коротко и ясно. Поэтому прошу и рекомендую там участвовать. Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Я просто хотел обратить ваше внимание, что у нас практически вот эта схема вся, она будет несколько другая. Но абсолютно упрощенные процедуры, никаких лишних не будет как бы движений. Единственное, что там будет важно, входя в новый продукт, надо будет опять верифицироваться. Но у вас уже все это есть и это будет несложно. То есть надо будет войти в новое инвестиционное пространство в личном кабинете. Все подготовлено. Последний тест заданий выполняется. Я завтра еще буду тоже как бы покупать, продавать. Извиняюсь, не продавать, а покупать и оформлять окончание пакетов и выходить в этот реестр. Все это дело будет опробовано и коротенько вам доложено. Теперь, что из новостей. То есть, значит, личный кабинет новый введен. Вы это можете использовать. Кто не использовал, рекомендую уже сейчас начинать привыкать к нему. Он намного проще и доступней, удобней для работы. И он предполагает в дальнейшем все развитие, которое будет осуществляться. В первую очередь мы готовим еще личные кабинеты для того, чтобы сюда ввести специальные пакеты. Или даже не столько пакеты, а специальную программу, которая позволит очень хорошо проходить свое общение с теми инвесторами, которых мы приглашаем. Сегодня этот процесс очень непростой. И те более активные лидеры, кто находится уже на лидерской позиции, да и вообще, кто старается стать лидерами, мастерами в схеме, инвестиционной схеме, сетевой структуре. Для них будет это очень полезно и очень важно. Теперь давайте, значит, что еще? Все. Очень важно, и я хотел бы вам обозначить это. То есть я не уставая, все мы не уставая повторяем определенные вещи, которые до вас дошли. Но очень важно знать, что сегодня уже готовы Unibike и Unibus. Они подготовлены практически к отправке. Если уже не отправлены сегодня, да, я последних сведений не знаю. Но, скорее всего, вот-вот-вот они уже должны быть отправлены, или уже отправлены сегодня в контейнеры на Всемирную выставку Берлин. Вот. И скажу прямо, что они выполнены очень хорошо. Это я вам передаю со слов Анатолия Эдуардовича, который очень красочно это обозначил. У меня, говорит, хорошее настроение, потому что я посмотрел Unibus и Unibike, и они ничем не уступают в Mercedes-Benz машинам. Ну, а мы знаем, что Mercedes-Benz это мировой уровень, значит, мы на уровне. И те, кто поедут на Всемирную выставку Берлин, есть возможность там посмотреть, потрогать, посидеть, по всей вероятности. Но у нас будет эта возможность и следующей весной в Минске, вернее, извиняюсь, в Марьиной Горке. Потому что, как мы уже слышали и знаем, в октябре и в ноябре будут проведены и начнутся уже основные тестовые испытания, сертификационные испытания всех этих, всего этого оборудования, всех этих средств передвижения транспортной, самой транспортной системы, самой автоматики, то есть там масса работы впереди, вот. И в этот период, куда доступ очень ограничены по правилам техники безопасности и так далее. Суть не в этом. Таким образом, у нас предстоит впереди достаточно такой, как бы, ну, интересный период. Теперь про инотранс еще хочу сказать столько, что достаточно большой, с одной стороны, достаточно большой интерес, с другой стороны, так называемого тотального наплыва не было. Мероприятие по конференции пройдет, оно будет проведено в другом формате, 23, не 24, а 23 сентября, в виде брифинга и фуршета. Все билеты, кто купил билеты на конференцию, все туда попадут, и сейчас практически уже на этой неделе закрыта регистрация, или, скажем так, правильно сказать, покупка билетов на конференцию. То есть, эта процедура закрыта, это тоже вам, значит, такая информация. Теперь, вы знаете, очень много вопросов в последнее время задается все-таки из серии, а что будет дальше, а что будет, когда вход в корневую компанию, а когда закроется вход в корневую компанию, а когда инвестиции уже от нас не нужны будут. Успокойтесь, дорогие друзья, я вам вполне, значит, ну, скажем, компетентно могу сказать, не закроется, инвестиции останутся, весь наш труд не пропадет даром. В том плане, кто, ну, кто работает в сети ВОН, в бизнесе, абсолютно правильное направление, оно сохранится, ну, не на века, а до конца этого века, как минимум точно, или, по крайней мере, до 50 лет, на 50 вперед работы хватит по полной программе. Потому что если человечество не изобретет что-то новое, вернитесь с сегодняшнего дня на 50 лет назад, это был, значит, 1966 год, ой, 1966 год, я прошу прощения, вот, и практически мы помним, кто помнит, что тогда было. Вот, это было время, значит, рассвета после большого, то есть хрущевское время было, и практически начиналось брежневское время, извиняюсь уже, и шел так называемый подъем. То есть все было намного совсем иначе. Прошло 50 лет, за это очень много изменилось. Мы тогда знали, что получали зарплату, были облигации и так далее, и так далее. То есть систем всевозможных там инвестиций вообще не было в помине, о чем мы тогда даже такого понятия не было у нас в том пространстве, где мы жили. Поэтому через 50 лет будет много что иначе, но, по крайней мере, ближайшие 25-30 лет, безусловно, будет идти очень интенсивное строительство, и об этом говорят все знаки, все знаки, значит, меня слышно, да, я на всякий случай проверяю, вот, иначе у нас время от времени зависает и бывают провалы. То есть будут инвестиции нужны, и об этом говорят все контакты, которые вот мне, по крайней мере, приходится вступать, приходится вступать. Вот, могу сказать так, что буквально вот на этой неделе, в начале этой недели выяснилось, спасибо, спасибо, Москва, спасибо, Петр, значит, что, ну, например, опять пример, из Индии готовится, подготовилась группа 4 очень таких мощных инвесторов, они абсолютно приезжают потрогать инигус, инибайк на выставке, на всемирной выставке, и уже заказали себе визы для того, чтобы после этого сразу же ехать, смотреть, что там в Мариной горке происходит, то есть в Белоруссии, понимаете, да? То есть на следующей же сразу после выставки недели. О чем это говорит? И какой это для нас с вами сигнал, дорогие друзья, я здесь просто, ну, скажем так, встряхиваю свои и ваши перышки, как инвесторов? Это говорит о том, что действительно большие инвесторы уже очень внимательно присмотрелись и просматривают сейчас следующие шаги, какие шаги они будут осуществлять для того, чтобы приблизиться к инвестициям. И, скорее всего, я так предполагаю, что, говоря об индийских инвесторах, это инвесторы, которые в первую очередь будут инвестировать в Индию. То есть в индийские проекты, это в адресные проекты, это то, с чего мы начинали свою встречу здесь на вебинарах. Поэтому сегодня я так плавно и логично хочу перейти, значит, от новостей к тому, что и как относиться к адресным проектам. Почему это нам нужно? И я считаю, что это нужно. Это потому, чтобы мы с вами ощущали, значит, как можно или как подойти и как можно работать с адресными проектами, как процессы протекают. Просто так рассказываю вам, это не совсем интересно. И вот я совершенно случайно, просматривая ролик, который описывает, значит, процесс, который прошел, который происходит в Австралии. Абсолютно буквально вот по кусочкам пройдемся по этому ролику, а я дам там комментарий, останавливать буду эту запись и буду давать комментарий с позиции нашей сегодняшней темы. Так, значит, это мы видели уже. Сейчас откроем. Ага. Так. Вот. Вот это этот ролик. И это из телевидения, австралийского телевидения. Я буду, я сейчас его запущу. Скажите, слышно или нет будет? ABC News, значит, которая передает... Слышно, да? Дайте знать кто-нибудь. Слышно было вам? Да. Отлично. Спасибо, Санислав. Так. Смотрите, значит, правительство штата Южная Австралия заявляет, что только через несколько месяцев сможет решить, где начинать работы по будущему расширению трамвайной сети Аделаиды. Это штат, где, ну, очень мощные подготовленные предварительные работы проведены. Там дальше вы в интервью увидите, мы увидим, вернее, что министр транспорта говорит, что да, ну, там этот процесс решен, мы вернулись или опираемся на уже сложившееся представление существующей трамвайной сети. Но это не совсем так, дорогие друзья. Здесь мы видим уже сигнал, где начинать работы по будущему расширению трамвайной сети Аделаиды. И вот смотрим, что дальше происходит. Управление гражданского строительства штата просит министра транспорта рассмотреть новую. Что новую? Еще не опробированную систему скобей для ускорения выполнения проекта стоимостью 3 миллиарда. 3 миллиарда. А что говорит Стивен Маллиган? Говорит, что все федеральное финансирование будет израсходовано на опробированную трамвайную технологию. Не видно? Ольга, включите, значит, вы должны видеть. Так, вам надо отрегулировать, значит, кто кого не видно, вам надо отрегулировать, если вы не видите видео. Так, сейчас ничего не идет. А, я перезошла, появилось изображение. Видно. Хорошо. Значит, смотрите. И вот министр говорит, что видят трамвайную технологию, опробированную технологию. Смотрим дальше. Смотрим дальше. По мере развития строительства трамвайной линии мы увидели технологии столетней давности. Вы понимаете, дорогие, видео нет, Марина Кемеровна. А вы вообще, Марина, вначале видели видео? Вам надо включить видео. У вас есть такая кнопочка там, включите свое видео, когда вы увидите. Значит, дело в том, что это действительно столетняя технология трамвайная. И об этом сейчас многие задумываются. Но вы же понимаете, дорогие друзья, что где бы вы ни были, какими бы непредполагаемыми или предполагаемыми адресными проектами не занимались, чиновники, они очень четко настроены. Лучше я сделаю и проведу старую технологию, чем получу шишки при каких-то осечках с новой технологией. Правильно говорит Рот Кук, что столет строили трамвайные линии по старой технологии. Давайте еще сейчас построим. Не он говорит, что построим, а так предполагают чиновники. И я уже, наверное, говорил здесь, повторюсь просто, что, будучи в Хельсинки, в Финляндии, там город тоже находится перед вопросом, как же решить свои транспортные проблемы. Как попасть с аэропорта Ванта, который находится там почти в 40-45 километрах от города, в центр города, на автобусную, на железнодорожную станцию быстро. Это достаточно непростой сейчас путь. Далее, перейдите, да. Далее, значит, происходят очень мощные потоки, пассажирские потоки из морского порта в центр города. Они перестроены трамвайную линию, она не проглатывает 2000 пассажиров, которые сходят с корабля, чтобы их рассредоточить по городу. Я уже не говорю о тех машинах, которые съезжают с корабля. И поэтому, когда там поднимали вопрос о том, что строить ли монорельсовую дорогу, то абсолютно городские депутаты очень правильно сказали, зачем нам еще пятая какая-то транспортная система, которая прошлого поколения. Она такая же, как метро, она такая же, как трамвай, она практически такая же, если не 100, не хуже, чем, допустим, троллейбус и так далее. И поэтому зачем нам еще какая-то другая система, которая того же уровня. О чем говорит здесь и Хук. Давайте посмотрим дальше. То есть он точно о том же говорит, что эти трассы можно, провести по всем основным стратегическим пунктам передвижения таких непростых масс людей. И это совершенно другое решение. И он там как раз и приводит все критерии, по которым это новое транспортное решение, новая транспортная система, оно, мягко выражаясь, очень сильно превосходит как минимум трамвальную линию, а как максимум все остальные возможные транспортные решения. И вот здесь видите, и Рот Хук знает, что его технология не опробирована. И поэтому можно все, что угодно здесь ожидать. И вот смотрите, что дальше происходит. Значит, Рот Хук очень правильно и здесь сказано, и телезрителям об этом тоже объясняет, что, видите, сначала будет сделан как бы пилотный проект или очень простое решение. О чем сказка сегодня, будущий милиционер, миллионер. Так, ладно. Значит, и в связи с этим надо опробировать. Но мы сразу видим, какие существуют или какие еще есть здесь, скажем так, задачи, которые надо решать. Вот. И поэтому здесь все не очень просто. Значит, здесь очень большие объемы, куда можно продлить и где можно использовать этот вид транспорта. В той же самой Австралии, в том же самом штате Аделаида. И вот, скажем так, суть всего этого дела, практически это везде так. Но финансирование, обещанное федеральной оппозиции, мы должны использовать на расширении действующей трамвайной сети. Подвижу то же самое. Когда речь зашла, я неоднократно, наверное, вам говорил об трассе Rail Baltic, которая будет пролегать из Сталина до Берлина, по всей практически, вот, ну, этой части, европейской части, прибалтийской части. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия. Деньги выделены. И когда неофициально проводили беседу с руководителем этого проекта, она сказала, что вы же понимаете, что деньги обещаны и выделены, и они пойдут только на эту систему. То есть никто здесь на переправе менять лошадей не будет. Но есть реальные возможности применить уже сертифицированные решения в каких-то локальных решениях или локальных улучшениях этой системы. И это абсолютно разговор, который можно будет продолжить. То есть вы понимаете, насколько важно то, чем мы сейчас занимаемся. А чем мы занимаемся? Мы с вами ради того, чтобы этот технопарк вошел своевременно в работу. Но с другой стороны, как люди, которые заинтересованы в поиске и нахождении будущих адресных проектов, мы видим, что это так. Не позже, чем несколько дней назад ко мне обратился человек, не буду называть, из очень большого города в России. И говорит мне, что ну вот министр вроде прослушал, подписывал там бумаги и так далее, пока мы что-то ему говорили. Чиновники прослушали. Но я говорю, что вы знаете, это процесс, который нужно начинать, нужно подавать информацию, заранить в них эту информацию. Они все сидят, они все точно так же рассуждают, как вот этот министр транспорта Австралии, или это Беллаиби, и который говорит, что да, федеральные деньги пойдут на трамвайную линию. Досмотрим, как он там. Вот такая информация для того, чтобы к этому делу относиться относиться дальше к адресным проектам. И смотрите, что здесь, значит, у нас еще очень важно. У нас очень важно с вами на, мы находимся с вами на седьмом этапе, и я хочу просто обратить ваше внимание на то, что, с чего я начал, и те вопросы, которые обычно задают, что как, как все-таки, когда у нас переход с одного этапа на другой. Здесь все очень просто, я просто повторю, еще раз покажу, значит, немножко увеличу, это, скорее всего, вам, так вам, наверное, лучше видно, да? Значит, смотрите, что происходит. Мы находимся на седьмом этапе. Вот он, седьмой этап. Так, сейчас эту стрелку возьму. Стрелка не берется. Вот она здесь. Вот она, седьмой этап. Он характеризуется, он начался у нас не в апреле, а в конце, ну, скажем так, с первого июня. К восьмому июня мы его ввели, и он был предназначен на июнь-июль. Сегодня мы находимся уже в сентябре месяце. Марина Голка. Но у нас восьмой этап, это с июля Павдяк. И отсюда с КВИ выйдет на дровые рынки. Значит, по всей вероятности, надо быть готовыми, что у нас где-то вот здесь, на стыке, сентябрь, октябрь, может на месяц перейти, может не перейти. Это все вопросы покажет именно инотранс в Берлине, покажут те соглашения, которые будут заключены, а там будут заключены соглашения. Об этом неоднократно говорил Виктор Бабурин. И сформирует природоориентированную, глобальную транспортно-инфраструктуру системы. Уже в октябре 2016 года Экотехнопарк продемонстрирует в мировой общественности расписания дневные. И оттуда можно ожидать все, что угодно, но в лучшем случае это то, что будет поддержка нашим инвестициям. Тут ничего страшного, дорогие друзья, нет. Я просто еще раз повторяю, скажу, что неважно сегодня дисконт 1 к 150, так, или же 1 к 125. Ничего страшного нет. Все направления инновационной технологии Скайлы. Высокоскоростной, городской, и газовой виды транспорта. Несколько моделей подвижного состава. Автоматизированную систему безопасности, управления, энергообеспечения и связи. Транспортную инфраструктуру Скайлы, размещенную над землей. Закрыли седьмой этап и перешли к восьмому этапу. Факт то, что до конца года по бизнес-плану нам нужно будет полностью выйти на то, чтобы, значит, для того, чтобы выйти на завершение года и выполнить то, что по бизнес-плану нам предусмотрено. Вот. Поэтому давайте так в этом плане и работать. Вот. Но очень важно и то, что я просто рекомендую следить за тем, что происходит сейчас в процессе экотехнопарка строительства, в процессе произойдет в Берлине. Будьте на связи. У нас один вебинар будет проходить с вами, когда я буду с вами общаться из Берлина. Это 22 число. Вот. Поэтому самые свежие новости получите из Берлина. Этот вебинар состоится 22 сентября. Вот. И поэтому, значит, прошу вас тоже не сильно обращать внимание на чат, что там происходит. Я посмотрю, значит, ну, здесь не сильно надо общаться с этим. Будущий миллионер. Да, на автопилоте. Окей. Поэтому очень важно таким образом быть готовыми к восьмому этапу. И он не за горами, дорогие друзья. Но здесь никакой трагедии нет. И адресные проекты – это только, как говорят, вода на нашу мельницу. Адресные проекты будут только развиваться от этого. И дальше. Потому что действительно, что важно? Важно то, чтобы Экотехнопарк своевременно… Все процессы там проходили своевременно. Теперь смотрите. Значит, что еще хотелось бы вам объяснить. Вот есть еще вопросы, что… Например, моя практика показала следующее. Что разговаривая с человеком, который, ну, уже чуть моложе меня, вот. И он говорит, а что мне, много ли мне надо? А как я буду вообще дальше жить? А когда этот транспорт будет? А сколько мне сейчас лет? А когда и как? Когда инвестиции мои начнут что-то приносить? Мы об этом с вами говорили, дорогие друзья. Я хочу обратить ваше внимание, что это все абсолютно реально и абсолютно возможно. Мы просматривали с вами возможность того, когда, значит, могут быть у нас дивиденды. Как это происходит. Вот. Я просто повторюсь, что, смотрите, для того, чтобы получить на одну акцию моего пакета, инвестиционного пакета, который я набрал в себе, в свой личное, как бы, ну, владение, да, один только цен, надо всего лишь только, значит, для этого нужно выполнить работу и получить в Евразии НРЭСКОВИА СИСТЕМ СХОЛДИМ, получить для дивидендов 600 миллионов долларов. А это абсолютно реальная сумма денег. Она зависит от того, сколько выполнит заказов, сколько выполнит заказов Global Transport Investment. компания, которая является, вот она, Global Transport Investment, которая является генеральным подрядчиком во всех проектах. И я показывал неоднократно, что эта же компания является генеральным подрядчиком и в проекте уже в Австралии. И это очень хорошо там видно на одной из таблиц, которую показывал Бабурин когда-то. Global Transport Investment, он является и учредителем управляющих компаний, с одной стороны, а с другой стороны, когда мы смотрим внизу, она же, эта же компания Global Transport Investment, владеющая пакетом основных акций и владеющая, и она, которая вложила в свои, или собственник, в Веницкий он вложил в эту компанию всю интеллектуальную собственность, эта же компания Global Transport Investment, она является и генеральным подрядчиком, она в цепи, или в цепочке, в ряду, где строительная компания австралийская, подрядная компания, которая осуществляет, управляет проектами строительными, там же и, значит, лицензионная компания, там же и сам университет, и Global Transport Investment. Вот, таким образом, это абсолютно реально, дорогие друзья, и я еще хочу сегодня вам напомнить, значит, дальше перейдем к вопросам, к тому, как происходит процесс вхождения, и я рекомендую не просто потому, что мне хочется и мне нечего вам сказать, а потому, что это очень важно, знать эту цепочку, и ей всегда следует. Регистрируйся с Кэпиталом, если ты, или я, или они, или вы зарегистрировались, у вас есть свой личный кабинет, он теперь в новом и в старом формате, определенное время так и будет. Самое главное – ознакомиться с документами. Если вам трудно самому ознакомиться, ну, с кем-то вдвоем, все зависит от того, какие у вас, скажем, навыки работы в интернет-пространстве и пользоваться различными инструментами. Но личный кабинет, есть личный кабинет, он достаточно логично сделан, вот, и поэтому с ним можно и нужно работать. И поэтому вы выходите здесь на меморандум, комплекс документов, где описана юридическая структура для реализации проекта Скавей. Я еще раз повторю, и прошу вас это не забывать, что как я могу кому-то пойти рассказывать, если я не ознакомился с меморандумом. Мне могут любой вопрос задать, а я буду моргать своими красивыми очами, у кого они красивые, у кого менее красивые, кто другими, вот, и ничего не могу сказать. А там все есть, там абсолютно все есть. Там объяснено, что такое Global, или какая компания Global Transport Investment, какая компания Евразия Норелска Вейсистем Холдинг, что такое Юницкий Корпорейшн, которая дает нам гарантии под инвестиции в виде акций. Там все это описано для реализации проекта Скайвей. И ориентировано на конкретный первый адресный проект, или на первый проект, это на Экотехнопарк. И там расписаны этапы развития группы компаний Скайвей. Это есть все вот эти 15 этапов, где мы сейчас находимся на седьмом этапе, прошли уже 7 этапов. Мы на полпути, уже нога занесена на следующую половину. Там все описано. Перечень запланированных действий и работ по созданию транспортно-инфраструктурного комплекса Скайвей. То есть это есть комплекс, это есть Экотехнопарк практически. Плюс к нему приложены различные необходимые устройства, заводы, не заводы, а производство, мы называем это сегодня сказать еще громко, да вот, но все идет к тому. Дальше есть бизнес-план инвестиционного проекта, создание Экотехнопарка, оценка эффективности, обоснованности проекта Экотехнопарка. Просто даже будущим, те, кто заинтересованы, конечно, будущим, тем людям, которые будут инициировать, или готовятся, или уже идут в процессе первых каких-то шагов, и инициации адресных проектов, это очень полезно посмотреть, структуру бизнес-плана, там вы почерпете массу информации. Когда только начнете дремать над этим бизнес-планом, отложите, но приходите к нему обратно. И вы понимаете, за один день всего не осилит, и дорогу осилит идущий. Вот я ездил на этой неделе два дня в различные города в Эстонии, один день в Тарку, другой день в Пярну, и по пути слушал специалистов, которые являются так называемыми специалистами по, скажем, которые помогают людям, мотивационными, их так называют, проще так называть, мотивационными гуру, мотивационными специалистами. И Масима Бини, один итальянец, он очень хорошо и просто говорит, вы знаете, очень простая, но он повторяет, есть в разных вариациях об этом сказано, но тем не менее, что я вижу, что тот человек, который хочет развиваться, все равно в какой отрасли, в какой сфере, или просто хочет развиваться, неважно там, как он должен 10 минут, или же 10 страниц в день прочитывать. Он говорит, казалось бы, что это немного, но 10 страниц за день, 300 страниц за месяц, книга уже есть. Я задам вам вопрос, много из нас прочитают или прочитывают месяц хотя бы одну книгу. Я имею в виду не билетристику. Я, к счастью, ну, в общем-то, уже давно не считаю, скажем, билетристических книг, потому что там просто все повторяется, скажем, с различными сценариями. Мир, он в большинстве одинаков. Вопрос только в том, что это как у художников, знаете, краски-то их сколько есть, только есть в колорите, в цветовом ряду, но у художников получаются различные произведения искусства. Так и здесь. И поэтому это очень важно, что рекомендуется как минимум планировать себе хотя бы какие-то такие шаги и их осуществлять. Идем дальше. Смотрите. И дальше мы видим, что как происходит вот GTI и как здесь, здесь не буду сейчас повторять, здесь у нас существует и основной капитал, акционерный капитал Global Transport Investment это 400, там больше, чем 400. Я условно сюда для круглой цифры взял 400, там 425 миллиардов, 26 миллиардов, сколько-то тысяч. Это вы все прочитаете и точно увидите все эти цифры, вот здесь в меморандуме они есть. И таким образом происходят, значит, аудиты, аудиторские заключения по бухгалтерской финансовой отчетности. Они тоже есть в документах, там можно с этим ознакомиться, это нужно знать, что, а существует ли вообще эта компания, о которой мы говорим, вот, и так далее. Далее договор инвестирования с обеспечением. Вот это новый документ, в нем присутствуют три стороны от инвестор, Global Transport Investment, это GTI, и Unitsky Corporation, между которыми осуществляется соглашение. И вот об этом коротко будет сказано, значит, что и как у нас в кабинете теперь будет, начиная с того момента, когда будет завершено полностью, завершено тестирование. Скорее всего, вот эта логика нового продукта или новый пакет документов будет введен на следующей неделе. И дальше, естественно, что у нас уже применено, это информация о ходе реализации проекта. Это видеоотчеты, инфообзоры, оценки, конференции, вебинары. О чем это говорит, дорогие друзья? Вы знаете, вот мне в Пиарну буквально вчера задали вопрос. Ну, хорошо, мы знаем, что в мире существуют различные пирамиды и так далее. Я спрашиваю, вы хотите узнать о пирамиде в хорошем смысле этого слова или в плохом смысле этого слова? Они говорят, расскажите и в плохом, и в хорошем. Я говорю, в плохом смысле слова это то, это инструмент, который позволяет нечистым на руку людям зарабатывать за счет, скажем, массы структуры, зарабатывать определенные большие доходы, какое-то время работать, поддерживать работу этой системы, и раньше или позже эта система в любом случае пойдет на убыль и как бы сдуется. Это в том случае, когда в пирамиде или в системе используется продукт, который является надуманным. В нашем случае, а в нашем случае и в том случае, когда продуктом является реальный продукт, это может быть недвижимость, это может быть продукты, которые реально можно продавать, их можно использовать, это экотехнопарк, который является реальным объектом, это деньги, которые мы инвестируем, они не идут на какие-то игры, на какие-то там, я не знаю, на что-то еще, они идут на реальном развитии, доработку и реализацию тех технологий, которые разрабатывались в течение 40 лет почти уже. И поэтому это абсолютно нормальная система, и поэтому чем больше она прозрачна, для этого и нужна информация о ходе реализации проектов. Эти видеоотчеты, инфообзоры, я сегодня запускал в начале, смотрите, значит, сейчас я еще запущу один видеоролик, так, значит, смотрите, посмотрите его внимательно. Что такое Эко-технопарк? Эко-технопарк это цель практической реализации инновационных технологий Скайвэй и внеезрозных специзиях и сертификациях. Стоится, Эко-технопарк ведется в Белоруссии на участке площади 25 гектаров, рядом с городом Марьино-Колка. Я не случайно остановил. Значит, еще сейчас вернусь чуть-чуть обратно. Вы представляете, видите, какая-то площадка была еще осенью прошлого года, дорогие друзья. Вот, вот она реально. Здесь роется большой котлован под пруд, здесь еще, как говорится, конь не валялся, ну нет, конь уже повалялся, пардон, и тут начинаются работы, и что мы сегодня видим? Понимаете, то есть, это только что было снято видео, абсолютно только что. Что показал сейчас Анатолий Эдуардович? Он показал реальный паспорт объекта. Ну, о какой пирамиде мы здесь говорим с вами, друзья? Разве это пирамида? Да, это пирамида Сеопса. Я бы это так назвал. Это действительно то, что реально материализуется. Материализуются реально те средства, те наши старания, те наши, как бы, наши инвестиции, не только материальные, но и духовные инвестиции в этот процесс. все направления, инновационные инновационные технологии и так далее. И таким образом и так далее. И вот смотрите, значит, что теперь еще очень важно здесь сказать. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами движемся к восьмому этапу. И это нас радует. Давайте сейчас вернемся обратно. Я смотрю, тут очень бурная переписка идет с нашими коллегами, не коллегами, вот, как они сюда попали. Попали как-то онлайн, кстати, все по делу написал. Есть ли вопросы у вас? Давайте вернемся тогда сюда обратно. Я смотрю, тут вы хорошо переписывались между собой. На следующий раз я, наверное, постараюсь будущим миллионер или миллиардер. Тут уж надо сразу замахиваться миллионер на миллиардера. Значит, я тут нашел милану. Вы не тут ищите, дорогой, уважаемый миллионер, который будет миллиардером, если будет, да? Вот, в будущем. А зайдите нормально в этот самый свой кабинет и там это все найдете. Так. Ну, ничего страшного, постарайтесь. Вы знаете, это, как говорится, бабушка надвое сказала. Потому что я вам приведу пример, может быть, вы уже его и знаете, что, значит, три товарища, которые начали, являлись или находились в начале всей этой кутерьмы с Apple, значит, они начали в гараже или рядом с этим, мастерских, там, где-то в автоподвале, в гараже, вот, и один из товарищей вышел, сказал, что, вы знаете, мне нужно, вот я 500 долларов вложил, это 10% получил, вы купите у меня обратно это за 800, мне там надо что-то приобрести. Ну, у него купили. Через 36 лет, дорогие друзья, это 10% представляет 5 миллиардов, там, 400 с чем-то миллионов и сколько-то тысяч долларов. Реально, абсолютно реально. Да что там психовать? Нечего психовать, дорогие друзья. Вы знаете, я по поводу психования вам скажу такую историю. Значит, смотрите, ведь, оно, казалось, что